Девушки отдыхают Я кузнец, и давно уже разыскиваю чертежи ведьмачьего доспеха невероятной прочности, уровня великого мастера Что-то слышал о таких, но никогда не видел, думаю, они утеряны А вот и не совсем Мне повезло узнать, что их владельцы приехали в Тусэнд Увы, они погибли, но я знаю где Теперь мне осталось найти напарника для поисков Если знаешь, где искать, то почему сам туда не сходишь? Я похож на бывалого авантюриста Без обид К тому же, кто будет выполнять заказы моих клиентов, если я уйду на поиски? Нет, я лучше доверю это дело кому-нибудь более опытному Принеси мне чертежи, а я тебе выкую, что захочешь Все эти чертежи каким-то образом оказались в Тусэнте Как это вообще возможно? В Тусэнте некогда жил легендарный эльфский кузнец Тиенсаэль Он давно уже умер, но когда-то ведьмаки со всего света приезжали к нему, чтобы заказать себе доспехи Слышал, говорят, он был самым лучшим Такая работа стоила фантастических денег Ведьмаки брались за сложнейшие задания, чтобы заплатить за его творение Некоторым не повезло, и теперь их чертежи гниют вместе с их бренными останками Я понял, где останки, там и чертежи Только как понять, где искать останки? Так случилось, что я был в учениках у Тиенсаэля И все истории о погибших ведьмаках знаю из первых рук То, что он мне рассказал, скажем, это отбило мне охоту самому искать чертежи Давай так договоримся Я расскажу тебе все, что знаю, а ты найдешь чертежи и позволишь мне их скопировать Где мне искать чертежи? Мне известно о пяти погибших ведьмаках Все из разных школ Волка, Грифона, Кота, Медведя и Мантикоры С которого начнем? Расскажи о ведьмаке из школы Волка Его звали Адон Я хорошо его помню Учитель даже помог ему найти трудный, но хорошо оплачиваемый заказ Незадолго до того в Тусент прибыли археологи из Костель-Гропиана Они расспрашивали учителя о бельфских руинах в Термесе Он предупредил их, что места там опасные И посоветовал нанять Адона охранником Не знаешь, какие опасности он имел в виду? По легенде, в подземельях Термеса обитают призраки Не знаю, правда ли это Но оба ученых и ведьмак сгинули без следа Расскажи о ведьмаке из школы Грифона Он приходил лет двести назад Но учитель хорошо его помнил Этот ведьмак не был так эмоционален, как многие его коллеги Он взял какой-то заказ в форте Усар И ему было нужно снаряжение получше Он показал учителю чертежи, внес задаток И больше его не видели Говорят, однажды ночью он выехал из форта и не вернулся А куда он мог поехать? Говорят, он очень торопился, так что, может быть, в спешке что-то оставил Стоит поискать в Усаре, хотя теперь форт лежит в руинах Расскажи о ведьмаке из школы Кота Год назад княжеский бронник Долане Обратился ко мне с просьбой подтвердить подлинность Присланного ему ведьмачьего чертежа Он работал над новым доспехом для гвардии А какой-то ведьмак из школы Кота Хотел продать ему чертежи полного снаряжения Что было бы очень кстати Это действительно был ведьмачий чертеж Вне всякого сомнения Жаль, Долане не разрешил мне его скопировать Он был очень взволнован Боялся, что ведьмак просто убьет его и заберет деньги Не исключено, что боялся он не зря Вскоре после этого Долане исчез без следа Я бы поискал зацепки в его доме Но его жилище пришло в запустение И теперь туда и зайти-то опасно Расскажи о ведьмаке из школы медведя Он появился вскоре после того Как мастер Тиен Саэль взял меня в ученики Я помню огромного ведьмака С медальоном в виде медвежьей головы Он торговался как базарная баба У ведьмаков не бывает лишних денег Да, и этот явно не был богат Но он обещал, что скоро получит нужную сумму Он взялся за заказ на винограднике Туфо Где дом развалился Время прошло Медведь так и не вернулся А учитель отправил меня в имение Туфо Оказалось, ведьмак действительно принял заказ Но больше о нем никто ничего не слышал И это все, что я знаю Школа Монтикоры Я мало что о ней знаю Хотя приходилось носить выкованные для этой школы доспехи Учитель говорил, что крепость Монтикор была далеко на востоке Лет сто назад оттуда приехал один ведьмак Некий Мертен Он произвел нехорошее впечатление на моего учителя Вонял, как краснолюцкая винокурня И все время лез в драку Тиен Саэль захлопнул дверь у него перед носом И сказал вернуться, когда протрезвеет Он не вел дел с пьяными А ведьмак так и не вернулся Люди говорят, что он с пьяну сцепился с княжеской гвардией Его арестовали и тут же казнили Тюрьма Бастой, где его держали, уже давно разрушена Но, может, оттуда стоит начать поиски? Мне удалось кое-что найти Прекрасно! Я сделаю копию! Наконец-то я получу звание Великого Мастера! Спасибо тебе, ведьмак! Выкуешь для меня кое-что? Конечно! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Спустя многие годы Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я не буду уверен, что стал равен учителю. Покажи мне свои товары. Продолжение следует... 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 Ведьмак, как хорошо, что ты зашел. Новости есть? С твоей винодельней уже все в порядке. Можешь снова браться за работу. Превосходно. В таком случае данной мне властью объявляю вас владельницей Бильгарда. Надеюсь, вы вернете ему былую славу. Сделаю все, что в моих силах. Благодарю. Тебе просто цены нет. Ах, видела бы это моя мама. Она всегда хотела для меня лучшего будущего. И теперь такое будущее обязательно настанет, благодаря тебе. Прошу, как и договаривались. Спасибо. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok